Итак, всем привет! Сегодня мы будем снабжать автомобиль в Unreal Engine с зеркалами заднего вида. Скажу сразу, дело простое, как оказалось, не очень замороченное, но если хотите большого качества от зеркал заднего вида, то на одно еще хватит, но если три, то там FPS падают неимоверно, поэтому там приходится понижать качество отражения этих зеркал, ну так, чтобы видно-то было что-то, но не супер-пупер. Поэтому я два зеркала уже сделал в машину, сегодня разбирался, как его сделать, сейчас покажу. Так, то есть вот у меня зеркало левое, оно работает абсолютно корректно, но если заметно, то немного пикселит, самую малость. Тут я поставил на левом 128 разрешение, а на правом, получается, поставил вообще 64, ну как оно далеко, его и, в общем-то, и нормально видно. Вот я сейчас прокачусь, и мы видим, что все работает. Как мы это делаем? Поехали, так сказать. Мне осталось еще сделать зеркало заднего вида для, ну, то есть заднего вида, конкретно заднего вида, вот это центральное, которое в машине. Вот на нем я и покажу, как это делается. Значит так, у нас есть автомобиль. Так, я знаки попрячу. У нас есть автомобиль, который уже там в Анреале живет активной половой жизнью. Я надеюсь, он у вас там тоже есть. Потому что урок-то не про то, как автомобиль создать. Значит, там есть место под зеркала, но это просто место. Так вот, делаем в какой-то вашей 3D-приблуде какое-то, ну, скажем так, стекло. Зеркало, то есть само зеркало это стекло. Вот я сделал где-то по размеру моего зеркала. Но, сразу говорю, если оно будет абсолютно плоское, в нем будет мало что видно. То есть, как бы так сказать, впечатление, как будто камера имеет угол 20 или 10. В то время, как хочется где-то так его врубить до 100 или больше, чтобы обзор был побольше. Ну, как в зеркалах в реальном времени. Поэтому, чтобы этот обзор был корректный, как в настоящих автомобилях, его нужно сделать... Ой, пуклы. Мы понимаем, что это зеркало сейчас находится у нас на модели. Вот здесь вот, все там классно. Ну, как оно там вообще будет? Но, на самом деле, оно изначально для экспорта должно быть не здесь. Оно должно быть в нулевой координате сцены. То есть, вот я его отправляю в нулевую координату. Это у меня где-то там под машиной происходит. Все удалю. То есть, вот, чтобы было понятно. В нулевой координате сцены его пиво там, например, в центре стоит. И мы вот все нули выставили. То есть, не в зеркало ставим, а в нулевую координату сцены. И отправляем на экспорт. Так, экспорт, селектит. Напишу. Так, у меня уже есть Mirror Left, Mirror Right. Напишу, что это у меня Mirror Cent. Центр. Ну, типа центр. Все, отправивший. Теперь мы его заберем в Unreal. Так, значит, находим, ну не находим, открываем какую-нибудь папку в браузере контента вашего Unreal. Ну, то есть, создаете там папочку, где вам угодно. Я буду делать то же самое здесь, где у меня уже оба зеркала есть. Поэтому прошу представить себе, что вот этого всего нет. Даже для чистоты экскремента... Блин, сделаю отдельную папочку, чтобы не путались. Так, напишу, Мир вашему дому. Все, вот. Папочка нулячий. Сюда мы определяем нашу... ФБХ. Так, вот я ее закидываю. Импортанты. Так. Ну, вот она. То есть, наша ФБХ. Ну, это план наш изогнутый. Так. И продолжаем наши действия. Дальше. Создаем блюпринт. Так. Блюпринт класс. Эктор. И пишем. Блюпринт. Мир. Сент. Открываем. Только что созданный блюпринт. Так, открываем. Заходим сюда, пишем. Статик. Меш. Вот, статик. Меш. Теперь, по идее, то. Этому статику Мешу мы даем наш... Как он там называется. Вспоминаем. Ну, тот ФБХ, на который мы притащили сюда. Вот она, Мирцент. Мы ему даем его же. Его же. И наблюдаем, что он здесь появившись. Вот он, родимый. Хорошо. Так. Теперь. Оставим в покое зеркало. Зайдем в наш автомобиль. То есть, блюпринт автомобиля. Который у нас уже заранее готов. Где он у меня тут? Вот он мой. Так. Есть такой компот. Выделим. Меш. И только что полученный. Где ты тут? Где ты тут? Блюпринт зеркала. Забросим прямо в него. Вот прямо вот так. Шара готова. Вот он прилетел. Вот он у нас есть тут такой. Шарик этот, правда, конечно, мешает нормально смотреть, если сдалека. Но так, в общем-то, можно. То есть, мы его сразу же ставим на его место, чтобы он уже там был. Так. Вот так вот я поставлю. На самом деле, вот эту геометрию этого стекла абсолютно необязательному делать развертку. Вот как угодно она может быть, ей по фигу. Она все равно будет ровненько, грамотно раскладываться и все будет показывать идеально. Для меня это, конечно, нонсенс. Я был приятно удивлен этому. Сначала что-то развертку делал, чтобы грамотно все было. Ладно, идем дальше. Теперь. Сюда нам нужно прилепить. То есть, мы выделяем вот этот статик меш, и мы сюда определяем. Так. Сцены. Кепчур компонент кьюбе. Вот такую, вот такую видеокамеру притащим сюда. Она именно отвечает за захват изображения на 360 градусов. Но так как она огромная, можно ее тут же 0,01 сделать. То есть, 0,01 сделать. И будет замечательно. Только, только, только. А, этого мало. Нужно ее развернуть в обратном направлении. То есть, она нам будет показывать, то есть, снимать то, чего будет отражать стекло. Так. Вот так. Готово. Выделяем камеру вот эту вот. Которая сцены. Капчур компонент кьюбе. Кьюб. Чтобы она выделенная была. Чтобы вот эта опция была доступна. И создаем текстуру. Правой кнопкой. Materials and Textures. И вот кьюбе. Рендер. Таргет. Создали. Нажимаем его там T. То есть, текстура. Мир. Сент. И отправили ее. Вот сюда, куда я и говорил. Улетела. Хорошо. Теперь мы создаем материал. Материал, который будет называться M. То есть, материал. Мир. Сент. Так. Заходим в материал. И бросаем сюда только что созданную текстуру. Подключаем его к эмиссию. А из отседого вытягиваем Reflection Vector WS. Копируем название материала, который мы только что получили. Кстати, уже видим, как он отражает автомобиль внутри. Потому что блюпринт зеркала уже там. Вот. В МЕШЕ. В МЕШЕ. В МЕШЕ блюпринта самого зеркала. Мы даем полученный материал. То есть, самому плену, вот этому, мы сейчас и дали этот материал. В сущности, вот прямо здесь мы уже можем наблюдать работающие отражения. То есть, вот я могу его поворачивать. И мы будем наблюдать, как зеркало работает. Ну, надо проверить еще в машине. Дальше. Все зависит от того, насколько мощный у вас компьютер. Так, материал уже готов. Закрываем. Поэтому, вы можете, соответственно, выставлять разрешение отражения этого зеркала. Которое регулируется вот в текстуре. То есть, мы заходим дважды в текстурку. И вот здесь. Либо у вас 256 вас устроит. Либо же ставите там 512, что будет намного лучше. Либо же понижаете поменьше. Поскольку, не исключено. Ну, вот у меня три зеркала. И это жесть. Когда одно было, левое. У меня было там 512. Отлично видно было. Машинка ездила. Но, когда я поставил второе зеркало. Ха, все полетело, блин. Поэтому, у меня все там сейчас в правом 64. В левом 128. А тут вот, ну, тоже 128. Попробую. Так, у меня сейчас, конечно, будет в любом случае подбуксовать. Поскольку, в видеозапись идет. Так, ну, я просто посмотрю, как оно смотрится. Вот я смотрю на зеркало. Так, наладил я еще чуть-чуть это зеркало. Блин, с вот этими боковыми никаких проблем не было. Четко все ставил. Камеру прямо к стеклу эту. Все работало. А тут вожусь, кручусь. Думаю, ни хрена, что-то не работает. Но, вышел следующим образом из ситуации. В самом блюпринте зеркала. Я эту камеру. Вот она была, как здесь изначально. Я ее вытянул назад. То есть, она снимает видео, которое посылает на это стекло. Там, практически возле заднего стекла. Потому что, я так понял, там каша отражений в машине была. И поймешь, чего. Сейчас стало, конечно, намного лучше. То есть, это, конечно, тоже обман. Но, что делать? Так вот, сам блюпринт зеркала. Я эту камеру вот сюда подвинул. Она, получается, в реальном времени где-то вот тут снимает. А изображение мы видим на стекле. Ну, а само стекло в машине. Вот, я его чуть-чуть развернул на себя, так как и должно быть. Вот оно. Так. И вот здесь мы даже можем видеть, что со стороны водителя, где мы тут сидим, вот, мы как раз вот и видим. Вот, заднее сиденье отражается. И в нем отражается заднее стекло, в котором сейчас, конечно, ничего нет. Потому что это блюпринт самой машинки. Что касается вот этих зеркал, здесь все отлично вышло. Вот там даже видно, вот эта камера. Вот она прямо в нем стоит. Все отлично отражает. Заходим в игру. И вот сейчас я специально поставил сзади автомобиль. Блин, как его увидите. Ага, вот так. Вот сзади стоит автомобиль. И мы этот автомобиль. То есть вот видим в заднем стекле. То есть вот я еду с задом, приближаюсь к нему. Ну или лучше отъеду. Ни хера не видно. Эффект. Вот, отъезжаю. И мы видим, как автомобиль, заднее отражающийся, удаляется. Ну, соответственно, качество 128, поэтому оно так. Плюс еще запись экрана идет. Когда я в игре вставляю, ну, включаю без записи экрана, ну, получше немножко шуршит. Ну, видеокарта у меня 4-гиговая. Так что смотрите сами, насколько вам нужна красота в зеркалах по сравнению с вашей производительностью компьютера.